Вот внизу мой сад. Будем и сейчас говорить на эту тему. Своей могучей корневой системой способны вот эти сильнорослые деревья на сильнорослых подвоях излечь влагу из глубины. И она же вот эта мощная корневая система способна нарастить значительный объем листвы, ветвей, толщину ствола. Чем толще ствол, тем выше способность дерева противостоять природным катаклизмам, аномалиям, а также вредителям и болезням. Давать высокий ежегодный урожай. Вот залез на верхотуру, чтобы вы оценили мощь гигантов сверху виднее. И одним из новых подходов, хотя какой он новый, в природе, он базовый. И говорил я уже об этом. Это плотное размещение кустовых деревьев в саду, в дикой природе, в лесу. Что-то медведи с волками по схемам деревья размещают и обрезкой занимаются. И как бы этажное размещение. Будет отдельное видео на эту тему еще у меня. На первых этажах теневыносливые растения. Вот кизил растет там. Смородина внизу. Затем идут более светолюбивые растения. Не буду сейчас останавливаться на этом. Будет видео на эту тему. Этим самым подражая природе, что немаловажно, с единицы площади получается больше урожая, больше продукции. Создается тень, микроклимат. Меньше испарение влаги. Плюс 35 днем уже как месяц. А как глазу приятно посмотреть на зелень. Натнулся в газете «Ключи к здоровью» на заметку. Кардиологи советуют жить в максимально зеленых районах. Ученые одного из университетов установили, что проживание в зеленых районах, особенно работа и умеренные физические нагрузки, нивелируют вредное влияние загрязневного воздуха городов. И оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Улучшают ее работу. Это оттягивает риск преждевременного ухода на небо. Хотя я считаю, рай должен быть на земле, персональный и у каждого. Как известно, символ рая – это сад. Живите в тенистых зеленых садах, которые дадут вам все. Надеяться особо не на кого. Только на себя. И свой сад он не подведет. Вот при сумасшедших монополистах и ценах на агрорынке. А случись, какой катаклизм в бетонных коробках не выжить. Даю клич на волю в пампасы. Ну, пампасы несколько не то, но красиво. На свете счастья нет. Но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб. Затеял я побег в обеде дальнюю. Трудов и чистых нек. Вот такие груши. О них в другой раз. Время на исходе. Затянул видео. Всего вам хорошего.